Хотя бы раз давай признаем, нам тесно быть вместе. Вместе на одной строчке в табличке. Именно так говорили некоторые команды друг к другу в преддверии последнего дня регулярки, который мы с вами сегодня увидели. Хамеду Диалло, All About NB, погнали разбираться, что к чему, кто к кому. Чикаго Буллс, Нью-Йорк Никс. Заключительный день регулярного чемпионата. Матч между этими командами встречал нас в Мэдисон Сквер Гардене. Если для Нью-Йорка эта победа имеет значение с точки зрения перемещения в таблице для плей-офф, то вот для Чикаго значения абсолютно никакого. Они железобетонно в плей-ине против Атланты. Первая четверть началась с того, что команды действительно боролись. Матч выглядел качественным и смотрибельным. Никто никому не собирался уступать. В итоге почти равный счет в первой четверти. У Чикаго лучше просто на попадание, а у Нью-Йорка преимущество на подборах. Вторая же четверть получилась ужасной для обеих команд с точки зрения реализации бросков. Зато Чикаго подтянули подбор и стали лучше играть на отскоках. Счет был по-прежнему близкий, ровно как и третий отрезок шел по сценарию второй четверти. Чикаго опять лучше в бросках и подборах, плюсом ко всему еще и вышли в неплохое преимущество. А вот далее пошла жара. Восемь подборов в нападении дали о себе знать в пользу Нью-Йорка, да и вообще очки второго шанса стали чуть ли не икс-фактором для хозяев паркета. Последние пять минут встречи были действительно клачевыми. Джеллен Брансон на своем горбу тащил Никс. У Чикаго же добавляли все по чуть-чуть в лице Каруза, Дерозена и остальных. В итоге и Демар Дерозен, и Джеллен Брансон смазали свои последние броски и матч ушел в овертайм. Не сказать, что в овертайме был шлейф напряжения. Да, команды все еще держались близко друг к другу, но складывалось ощущение, что Чикаго слабее. Опять же то, что творили Никс на подборах и то, как они попадали по корзине, визуально придавали уверенности в их победе. В итоге счет 119-120. Дерозен берет на себя ответственность за важнейший бросок, лезет через двоих и как досадно мажет. Но он был очень близок к попаданию. Далее времени уже не хватило и матч завершился в пользу Нью-Йорка. Никс выходит на вторую строчку Востока, так как Милуки уступили Орландо в этот же игровой день. Далее посмотрим, как сложится плей-ин и плей-офф. Постоянный партнер нашего проекта и этого обзора баскетбольный магазин Put Basket. Нужны кроссовки, джерси или просто повседневная одежда с лого любимой команды? Тебе сюда. Быстрая доставка, топовое качество, ассортимент шире, чем в NBA Store. Ну что еще нужно для счастья? Ныряй скорее по ссылке в описании, тем более, что с провокодом NBA24 на 300 рублей покупки будут еще приятнее. Возьмичев на связи, отправляемся в Индианаполис, где местные бейстерс принимали у себя дома Атланту Хоукс. Ястребы дали передохнуть сегодня Клинту Капелли, в лазарете до сих пор находятся Аконгу и Джейлин Джонсон, так что место в старте занял Бруно Фернандо, а подменял его относительно неплохо смотревшийся Мохаммед Геев. Ну, относительно. Из хорошего в старте мы увидели звездный дуэт Янг Мюррэ, из плохого, да не, все остальное было действительно плохо. Уже в первой четверти подопечные Куина Снайдера по традиции допустили в свою корзину 48 очков, в середине второй четверти стараниями Де Джонсон и Мюрэ сравняли счет в матче, но дальше все остальное, в общем-то, было плохо. Майл Стернер изнасиловал краску, набрав по итогу 31 очко. Трей Янг 12 ассистом решил, что совершить 8 потерь это вполне себе нормально, поэтому в моменте мы констатировали разницу в 41 очко. 157-115 повторение рекорда франшизы по количеству набранных очков в отдельно взятом поединке для Индианы, который они установили в том же матчапе против Фоукс в конце ноября. Справедливости ради Атлантии этот матч попросту не был нужен, они отправляются в Чикаго, а Индиана впервые за 4 года попадает в розыгрыш плей-офф. Тогда-то была команда Домантоса, Савониса и Нейта Макмиллана, сейчас Карлайло и Сиакома. Холиберт он уроженец Висконсина, так что ждет, не дождется, когда ему предстоит сыграть против своей родной публики. Счет сезонной серии 4-1 в пользу Пейсерс, но плей-офф это плей-офф. И об этой паре мы будем говорить уже немногим позже. Пишите в комментариях, как думаете, под силом ли Индиане пройти бакс в рамках первого раунда плей-офф. Букс-кор вашему вниманию. Чудо-матчи мне сегодня достались, так что, чтобы не держать вас слишком долго, сразу к сути перейдем. Бостон вновь дал отдохнуть всем звездам. Уизардс тоже вышли не основой, а потому мы смотрели вновь за противостоянием всех звезд G-лиги, а иногда и Евролиге, ну и ближнего резерва Celtics. Кельты сегодня были замотивированы. Карьеру завершал легендарный комментатор Майк Горман. 43 года карьеры подходят к концу после этого сезона, а потому провести финальный матч регулярки красиво для него было делом чести. Это чувствовалось, кельты были заряжены и сходу начали показывать свое превосходство. И пусть пятерки звезд с Хорфордом не было, даже ближний резерв был куда мощнее оппонента. Особенно хорош был Пейтон Причард. Как заметили коллеги, когда ему дают минуты, он тут же дает качество. Ну что сказать, почти трипл-дабл, вполне себе солидно. Мазула вообще может быть доволен своими запасными. Все делали свою работу на пять с плюсом. Корнет подбирал, Хаузер трехи бросал, а что самое главное забивал. Остальные в отряд не мужской любви, но красавчиков тоже залетели, особенно Свят Михайлюк. Украинец набрал карьер хай по очкам, тем самым довершив логичную победу 132-122 от Celtics, которым остается лишь дождаться оппонентов по плей-офф. Единственным темным пятном стала травма Завьи Тилмана, но надеемся, что несерьезная. Ну а для Вашингтона сезон окончен, желаем хорошо отдохнуть, а пока что вот вам бокс-скор и погнали дальше. Матч Хит и Рэпторс был важен лишь в Флорице. Пока канадцы застолбили за собой шестое место с конца, Майами обязаны были побеждать и верить в ошибки соперников. Маршрут построен, нужно лишь доехать. Тем более, когда у соперников 8 человек в узорете. Но знаете, Хит не были бы Хит, если бы не умели создавать себе проблемы из ничего. Первая четверть вообще не показала разницу в классе. Зато показала ужасный баскетбол с двумя из 16 из-за дуги и общей реализацией меньше 40%. Хорошо хоть ко второй? Подопечные спальстеры проснулись и коллективно набрали 43 очка против 22 у оппонента. Ресурсов отыграться у Торонто не было, хоть они и пытались. Последние четверти даже получилось, но было уже поздно. 118-103. Хит сделали все зависящее от себя. В бокс-коре лишь отмечу ужасные проценты из-за дуги у обеих команд и большое количество потерь с обеих сторон. В Майами были лидеры и они дали результат. Ого! Сегодня я стал свидетелем игры Кливленд Шарлотт. И мне даже могло бы понравиться, ну, если бы у меня было плохое зрение. По порядку. У Кавс выходил на площадку чуть ли не третий состав. В целом, как и у Шарлотт. Не было ни Гарланда, ни Митчелла, ни даже Сэма Мэрилла. У Хорнеджа отсутствовали Бриджес, Миллер, Гранд Вильямс. Короче, смотрим G-лигу с вами. Ладно, извините. Первая четверть. У Кавс вроде все неплохо. Струс развлекается что-то там из-за дуги. Мобли с сальном тусуются под кольцом. Видели, знаем. Ребятишки из Шарлотт за этим зрелищем наблюдают со стороны и мечтают, что когда-нибудь у них будет так же. Кливленд заканчивает первый игровой отрезок с отрывом в 9 очков. Во второй четверти все происходило ровно наоборот. Шарлотт, благодаря, сам не верю, что скажу это, но благодаря Алексею, Покушевске, Треману и Лике Черному, полноценно возвращаются в игру и первая половина заканчивается с минимальным преимуществом Кавс. Третья четверть была не самая интересная. Ребята просто, я не знаю, как будто на Остаре играли. Ноль защиты, 100% быстрых отрывов и легких очков. Поэтому сразу это все мотаем. Переходим к самому интересному. В момент, когда Эмони Бейтс совершал шестую потерю, уже всем вроде стало понятно, что это чудо нужно отправлять куда подальше из Кливленда вслед за Кивином Портером. Ну, типа не в Хьюстон, а за океан. Ну, желательно в Китай. А Бикерсов его убирать не собирался, я примерно понял, куда плывет Кливленд в этом матче. На Майами или Филадельфию желания выходить в первом раунде нет никакого, и я, ребят, за это не осуждаю. Как итог, 32-14 в заключительной четверти в пользу Шарлотт, благодаря усилиям Ника Смита-младшего, 5 очков в среднем за игру по сезону, и остальной Шушеры. Кливленд же остается на своем четвертом месте и ждут Орланды, которых они будут очень рады видеть на первом матче плей-офф в Огайо. Восточные сказки. Ладно, ладно, ладно. Мэйджик Бакс. Первым нужна победа, чтобы сыграть с Кливлендом. Вторым, чтобы остаться вторыми. Недавно команды встречались, и Бобби Портерс лично снизил акции Мэджик своей игрой. Сегодня начиналось схоже, но благо Банкеро подъехал к игре. В отличие от Дэмиана, Дэйм был ужасен во всем, кроме штрафных попыток. На периметре самая душная оборона лиги испортила воздух, поэтому Лиллард там не смог находиться. Айзек стал ночным кошмаром для Миддлтона, а Сакс для Дэйма. Первая четверть была хороша, но во второй олени запутались про тупеек Джамала Моузли. Скамейки не было, трехи не летели ни у кого, но самое главное, не хватало реакции на происходящее. Команда не сильно чаще теряла мяч, но Мэджик бежали Аки ужаленные, 25 очков в фастбрейках против нуля. Матч казался полной противоположностью прошлому. Брук Лопес перефалился, щит проигран, соперник душит, трехи не летят, в краске неприятный Сабантуй. Выхода нет, скоро рассвет, ключ поверни и вы на третьем. В какой-то момент разница достигла 30 очков, но скамейка во главе с Императором Таназисом появилась еще раньше. 113-88 и Мэджик встретятся с Кавальерс в первом раунде. Баг с Джефф в случае победы Никс будут играть с шестой строчкой, вероятнее всего Индианой. Взглянув на цифры, любопытного мало. Вернувшийся Вагнер на парус банкера набрал 51 очко, Дэмиан реализовал две попытки из 14, а Джонтан Айзек бросил в 3,5 раза больше трешек, чем Лилард. Добрый вечер. Баг стартует в плей-офф без Яниса, а Мэджик впервые за долгое время чемпионы юго-восточного дивизиона. Даешь гимна? Орландо Мэджик! Для Пиладельпии сегодня был важный день. Около арены установили статую Алина Айверсона, а команде необходимо было не упасть в грязь лицом и перед ним, и перед фанатами. Ведь победа против немотивированного Бруклина для них крайне важна. Джоли Эмбиду предоставили отдых, а его место в старте занял Мобамбо. Сходу команды обменивались рыбками, первая четверть даже осталась за Нец, и вот здесь уже можно было начать переживать, но вот уже скамейка Филы во главе с Бодихилдом стала икс-фактором в этой встрече. Благодаря чему получилось и к концу первой половины оформить лидерство на 10 очков и в дальнейшем спокойно уже увеличивать преимущества. А уж когда в заключительной четверти разница достигла 28, окончательно стало понятно, что интриги здесь никакой быть и не может. Итоговая победа со счетом 107-86. Статистика перед вашими глазами. У Бруклина лучшим скорером стал Кэм Томас, набравший 18 очков. У Филадельфии Терриз Мэкси, набравший 26. Даллас Маврикс с Оклахома Сити Дандер. Самый короткий обзор и вы поймете почему. Даллас и Джейсон Китт выдали отдых всем основным игрокам команды. А вот Оклахома в свою очередь играла основным составом. Коротко о матче можно сказать следующее. Доминация Оклахомы во всех аспектах игры, матч был в формате Беби Ги. Ну, что стоит сказать. У Даллас отдых получили лидеры и наигрались вдоволь молодые игроки. А Оклахомы накуражились все, кому не лень. Итоговый счет матча 135-86. Добавить здесь больше нечего. Матч Клиперс Рокетс или матч команд, которым не было ничего нужно. На самом деле этот матч приобрел два новых смысла после прочтения всех новостей и анонсов. Для парусников эта игра была прощанием с Крипто-ком-ареной. Тут они больше матч регулярки не проведут. Для Рокетс шанс выйти в ноль. 41-41 звучит солидно. Мотивация Хьюстона, очевидно, была чуть мощнее, да и терять им было гораздо меньше. Так что Клиперс вышли вообще без основы. Мун Мэн звучит как имя супергероя, но именно так выглядел бэккорд парней Тайрона Лью. И надо сказать, что мускулинная часть этого дуэта была хороша. Терренс Мэн набрал 24 очка и показал, что полагаться в плей-офф на него можно и даже нужно. Впрочем, будто бы кто-то сомневался. Рокетс же на протяжении всего матча были впереди. Ненамного и пару раз выпускали соперника вперед на пару очков, но быстро свое возвращали. Заряженность, помноженная на молодость, рецепт успеха в подобных играх, да и Клиперс откровенно отбывали номер. Главным хайлайтом игры стал Бобан Марьянович. Бобби за 10 минут на паркете успел. Загиваем пальцы, чуть не собрать дабл-дабл. Специально смазать два штрафных, чтобы все арене подарили бургеры. Дважды проиграть 188-сантиметровому Муну вбрасывание и выиграть матч для своей команды. Да, именно Бобби был лучшим игроком последней четверти, где Рокетс сделали разницу и победили. 116-105. Клиперс ждут Даллас. Рокетс ждут следующий сезон. Ну, переходим к следующему матчу. Гоу! Денвер после шокирующего поражения от Сан-Антонио не может позволить дать отдых своим лидерам даже против Мемфиса, которых тащат Скотти Пиппин-младший и Джейджи Джексон. Разница в классе здесь была очевидна. Все же первые четверти игра была равной. И вот что точно бросалось в глаза, так это то, что обе команды много теряли мяч и отдавали свой щит. Мишек очень сильно подводила реализация трехочковых, из-за чего они на всей дистанции матча сильно не добирали по очкам и все сильнее отпускали действующих чемпионов. Если после первой половины преимущество Денвера составляло 12 очков, то уже со старта второй разница устремилась к двадцатке. Йокич и Мюррей свою работу выполнили и ушли отдыхать, а всю четвертую четверть играла уже скамейка. У Мэнфиса же в последнем матче сезона по полной куражился Джейджи Джексон, проводящий на паркете 44 минуты и набравший 44 очка. При этом на результат команды это влияние не оказало. Победа Наггетс 126-111. Смотрим на бокс скор и наблюдаем неплохие цифры от всех стартеров Наггетс, но я бы отметил 19 очков Кристиана Брауна со скамейки. Его 10 подборов. Джейджи Джексон с карьер Хайем, ну и Ларавиа, набравший 29, тоже смотрелся неплохо. Миннесота Тимбрулз и Феникс Санс. Концентрация интриги и соревновательного духа зашкаливает. И пусть обе команды зависели от ошибок конкурентов, основная задача одна – победить здесь. А там будь что будет. В такой встрече ты ждешь битвы с первых секунд. Но судя по первой четверти, изначально на паркет вышла лишь одна команда. Феникс просто игнорировал существование напротив лучшей обороны лиги и раз за разом находил возможности удивлять. Быстрые отрывы, открытые трехи и Брэдли Билл. Причина счета 44-22 после первых 12 минут. Но Миннесота не просто так топ-3 клуб Запада. 11 потерь после первой четверти перекрываются выходом дополнительного плеймейкера. Теперь на чужую половину у волков стабильно идет игра, потому минус 13 по итогам половины выглядит некритично. Третья 12 минутка проходит спокойно. Видны силы и тактические заготовки готовятся для финального рывка. И если верить статистике, то в этом сезоне Феникс одна из худших команд по игре в решающие минуты. Волки уже скалят зубы и готовятся укусить, но снова упираются в то, что сегодня день Брэдли Билла. И он неостановим. 6 из 6 трехочковых 14 из 21 с игры приносят баскетболисту 36 очков. Киди не нужен, когда у вас есть такой Брэдли. Интриги в концовке нет. 125-106. Сегодня Санс сильнее. Бокс-кор, помимо великолепного Билла, отметим 55% из-за дуги у Аризонса. У Миннесота же пугает 24 потери против не самой искусной обороны. Дрожь в коленках или минутное помутнение? Самая горячая вывеска игрового дня собрала на нашей трансляции онлайн более 3000 человек. Феникс необходима была победа, чтобы удержаться в зоне плей-офф. Лейкер же в случае поражения могли опуститься с 8 до 10 строчки в итоговой таблице. И уже в первой четверти они дали понять Зайону и компании, что Брэд, нам с тобой не по пути. Тотальное доминирование в краске и 14 очков Дэвиса при 8 ассистах Леброна уже в первой 12 минутке. Чуть-чуть разбавил этот хит парад унижения, вернувшийся на площадку Брэндон Ингрэм. Во второй четверти точки над И были расставлены. Леброн собрал линейку из 13 очков 5 передачи 5 подборов. А у Пеликанса их ударного трио игра не шла от слова совсем. Плюс 20 по ходу он, и это конец, и Белли Брон таки не отпускает. Пока помощник Уилли Грина Джеймс Баррэга в перерыве отчитывался, что разница в счете и 50-18 по разнице очков краски это не проблема, оно все у вас в голове, Данжел и Ривз залпом дали каждый по две трешки. Ну и на этом, собственно, интрига и закончилась. В конце встречи Дэвис получил повреждение спины, сразу обозначим, что оно оказалось несерьезным. Он почти наверняка сыграет в следующем поединке. В этом нас заверил главный тренер озерников Дэрвин Хэн. Ну а так как в соседнем матче Феникс одержали победу, то Пеликанс, соответственно, в рамках флэйн могут спокойно оставаться у себя дома. Но главный вопрос всего матча будет адресован лично Зайону. Брат, а ты точно сможешь хоть что-то противопоставить в краске Дэвису, Хачимури и Леброну? Сегодня у молодого, реально тяжелого форруда Пеликанс в активе было зафиксировано всего лишь 12 очков на 13 попытках, 8 передач и 4 совершенные потери. Лучшими игроками нового Орлеана стали Лэри Нэнс и Херб Джонс, ну а Леброн собрал очередной трипл-дабл в карьере, остановившись в двух ассистах от карьер-хая по передачам за игру. Новый Орлеан Лейкерс, чья возьмет в следующем поединке? Еще раз задам этот вопрос, пишите свой прогноз в комментариях. Что нужно Сакраменто? Победить третий Юин Портленда без Куфа Хендерсона и ждать подарка подулочкой с кунжутом от Зайона. Все ради восьмого места. Про Лейкерс я не говорю, я говорю о матче Кингс-Блейзерс. С первых минут Делона Бентон начал мазать из-за дуги, а Сакраменто наказывали из раза в раз своего соперника в быстрых отрывах. Ну и первая четверть. Чем она закончится? Конечно же, промахом Делона Бентона. Сакраменто не собирались останавливаться, Дэрон Фокс 24 очка сегодня налутал, чем ответил Бентон очередным промахом из-за дуги. Ого, ничего себе. Ну-ка, Фокс, хорошая передача, Кионелли скружился, вертелся и закрыл первую половину под счет 65-37. Хотя подождите, не закрыл, тут же еще Делона Бентон есть, ага, еще один промах, невероятно. Давайте немножко передахнем Бентону, это будет полезно. В плане реализации у Сакраменто сегодня не было никаких проблем, они попадали что из-за дуги, что со средней. Ну и забрали они матч, как вы могли догадаться, а вот у Бентона не летело слово совсем, хотя нет. Есть последний бросок в матче. Вот она, трешка надежды и ноли с 15-ти. Это антирекорд NBA. Поздравляем Делона Бентона, ну и Сакраменто с тем, что они все-таки сыграют в плей-ин. Ну а на каком месте они? Давайте дождемся конца выпуска, там будет таблица. Так, что это тут у нас? Ага, борьба за пики точеные и... ну ясно. Нет вам баньямы и смотреть неинтересно? А что если я скажу обратное? Что если очень даже интересно? Первая четверть проходила в рядовом формате, команды что-то там вроде крихтели, пыхтели, закончили 29-23 в пользу шпор. Как говорят классики, ничего не понятно, но очень интересно. Во второй же четверти вектор игры стал мне предельно ясен. Я когда смотрю на команду, в которой из-за дуги попадает полтора человека, я вот знаете, вспоминаю Хьюстон 2018-го с их 27-ю подряд промахами. Но присмотрелся поближе, и я увидел Детройт нынешнего сезона. Я вот правда не знаю, как у них это получается, но Детройт, у которых не было лишь Кейда Каннингем и Джеллина Дюрена, умудрились слить первую половину Сан-Антонио минус 23, у которых помимо Вембы не было никого, кроме Трэ Джонса и Зака Коллинса, который еще и в течение игры с травмой вылетел. Во второй половине я, честно, не вижу смысла как-то освещать вообще оставшееся игровое время, потому что все было так же. Детройт мажет, шпоры подбирают, быстрый отрыв, легкие очки для техкадцев, все! Оставшиеся две четверти прошли именно так. Почти все из 10 игроков, выступавших сегодня за Сан-Антонио, пробили отметку в 10 очков. Ну и, честно, мои соболезнования болельщикам Пистонс. Ребят, я не знаю, скидывайтесь на билеты до Детройта и выгоняйте Монти Вильямса своими руками. Это уже, правда, кошмар, Детройт рискует потерять даже те таланты, которые есть сейчас. Если Монти Вильямс после такой сезона, и этой игре будет дальше улыбаться и веселиться. Забирайте у него миллионы, которые сами ему уже и дали, и гоните в шею отсюда. Он ситуацию не спасает, а только портит. Поздравляю Сан-Антонио с домашним и позитивным окончанием сезона в виде победы плюс 28, но в этом виноват только один человек. Ну, может, два. Все-таки не сам Монти себе такой чек выписал. Хэдсвэй играет на победу со скрещенными пальцами, что Блейкерс с Кингс облажать. Но для начала надо выиграть третий состав Юты во главе с великим Лукой. Лукой Шаманичем. Вьюти его зовут просто Лукомаджик. В этом сезоне воины не проигрывали музыкантам, нечьи начинать. А ведь без Тефа и Грина можно было и отлететь. Несмотря на красивую игру от Клея, который забил в матче 6 трехочковых, поддерживал его больше всего Андрей Уиггинс, Гэсвэй отдали во второй четверти рывок 14-2, пока куминги запрещали бросать. Но когда Уориорс увидели конский счет в матче Kings Trailblazers и около 30 очков разницы между Лейкерс и Пеликанами, то быстренько сообразили дать побегать на равных скамейках, где победа уже куда бы ни прилетела, Уориорс было плевать. Играть они должны были с Сакраменто. До середины третьей четверти Кионт Джордж нашвырял 5 трехочковых в ответ Клею, а Мэргюрд Севэн забрал щит, как ты лучшее место в столовке. Гэсвэй, играя на процентов 40 от своих возможностей, все же ввалились в клатч, где бразилец и Пуэрто-Риканец в Джерси Уориорс закрыли вопросы о победителе, пока испанский конкистадор Гаруба напоминал о своем существовании, показав Дреймонда на минималках. 123-116. Да кому нужны эти цифры, друзья? Мы увидим противостояние Kings с Уориорс, современная классика, вспоминая прошлогоднюю серию. Если Гэсвэй пройдут в плей-офф, то у них появляются хорошие шансы залететь во второй раунд, только обыграв Оклахопу. Сечете? Итоговые таблицы на ваших экранах, друзья, ставьте на паузу, изучайте. Долго комментировать тут не буду, ведь сетка плей-офф скажет куда больше. Отмечу лишь одно, регулярка удалась, изменений в таблице действительно хватило. Теперь по сеткам, начнем с Востока, и тут у нас есть пара сюрпризов. Бакс вторыми решили не быть, и возможно благоразумно, соперником их станет Индиана. Кавз же встречаются с Орландой, тут явно видна серия кандидат на 7 игр. Никс и Бостон, вот две лучшие команды Востока. Ждут о них своих соперников, которые определятся между Филадельфией, Майами, Атланта и Чикаго. Кто кого, пишите в комментариях, ну а я же пока скажу. Есть ощущение, что лидерам Востока придется ой как непросто, особенно Эмбит и Сиксерс карты тут путают. Грустно, как фанат Миннесоты, вздыхаю и сообщаю вам о паре Сан с Тимберулс в первом раунде. Тандер и Наггетс забирают первые две строчки и ждут своих соперников, про Клиперс с Маврикс уже все знают, а вот плей-ин. Лейкерс все-таки смогли добраться до восьмого места и тут их вновь ждут Пеликаны. Ну а девятое и десятое места остаются за Калифорнией. Кингс против Вориорс, мощная заруба, в которой скучно точно не будет. Ваши предикты тоже ждем в комментариях. Слушайте, ну делитесь, как вам регулярка? Ладно регулярка, как вам пара, которые сложились в плей-офф? Пишите скорее в комментариях и эмоции, и предикты, самое время обсуждать. Отдыхаем денек и залетаем с руками и ногами в плей-ин. Чтобы не пропустить весь контент, что мы для вас готовим, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы еще больше людей узнавали о нашем проекте. Ну и смотрите плей-офф вместе с нами, ведь мы покажем все игры. И даже в этом не сомневайтесь. Идем переваривать итоги регулярки, до скорой встречи, всем пока!